Немножко в своей истории, почему я захотела этой темой коснуться. Мы поженились с мужем в 21 год и учились в одном классе. И он прекрасно видел, какая я, знал. Я была лидером по жизни всегда, все начинания в классе, то есть я старостой класса была. И вот для меня это естественное такое состояние, быть впереди, вести, то есть показывать пример. Я никого никогда не подгоняла, я просто показывала пример, и за мной шли. То есть вот такой лидер. При этом, так интересно, даже не вспомню, когда это проявилось. Вот вроде маленькая была такая, тихая-тихая. Но, наверное, внутри это есть, это стержень. А, ну да, я же манифестер, конечно. И когда мы поженились, а выбрала я его по многим критериям, потому что он был высокий, потому что он был красивый, я хотела, чтобы мне дети были красивые, потому что он был сильный, такой, ну, мужчина-мужчина. И, а сколько я была сильна, мы ищем сильных мужчин. И вот у нас началась притирка. Притирка началась, и постепенно я стала сдавать свои позиции, позиции, потому что стояла дилемма. То есть либо чуть ли не расходиться, понимаете? Любовь, любовь, морковь. И ты понимаешь, что тебе плохо? Тебе вообще невыносимо. Ты не можешь, чтобы тебя давили. Ты вообще не можешь, чтобы тебе указывали. И это были вечные слезы. Это был какой-то ужас. Первый год мы притирались, и постепенно, постепенно я уступила ему во всем. И как-то мне даже стало легко. В этом не ходи, туда не ходи. Ты моя, вот это тебе не надо. То есть я вообще не понимаю, как это произошло. Но почему произошло? Вернее, почему я смогла это сделать? Сейчас мы со Светланой сегодня разговаривали. Очень похожая история. Ну, раз я не могу быть такой, какой я хочу быть, плюс я приехала в Питер, тоже были амбиции. А тут ткацкая фабрика, потом дворник, потом бухгалтер. Вроде совсем не об этом мечтала. И я свою мечту переделала. Я решила быть хорошей женой и мамой троих детей. Тоже решила. Просто сегодня слышала одно к одному. Ну и всё. И я увлеклась этим. То есть мои все лидерские качества перешли на создание семьи, рождение детей. Я вкладывалась, я понимала, что это мой проект. Знаете, проект. Продолжалось, продолжалось вот это вот помыкание, это делай, это и не делай. И постепенно мой муж превратился в такого, ну я не знаю, ну про тирана бы не сказала домашнего, потому что до чего не дошло, это не дошло до поднятия на меня руки. Вот это вот я никогда бы не позволила. А ещё, смотрите, мы когда девочками растём в семье, мы видим отношения, взаимоотношения наших родителей. И мы либо хотим, чтобы у нас было так, либо знаем, что у нас так не будет. Понимаете? То есть мы уже внутри знаем, вот так у меня точно не будет. Я знала, что меня никто никогда пальцем не тронет. Вот внутреннее такое убеждение. Сейчас, сейчас, кто знает, моего мужа, такой душка, всех любит. Вот, понимаете, вот совсем другой человек. И при этом я не сделала для этого ничего. Лично вот какими-то своими действиями, разговорами, воспитательными моментами я ничего для этого не делала. Человек постепенно менялся. Вот. И сейчас, имея вот этот опыт, я хочу с вами поделиться, ну вот как узнать, действительно отнимает энергию мужчина, который рядом, или он способствует нашему развитию. И что мы можем сделать, если вот это происходит, если вот происходит вот это вот отнимание энергии, подрезание крылышек, или вот вампиризм, как угодно это называйте. И мы вот все эти десять, я выбрала пунктов, да, и мы всё, что будем с вами обсуждать, мы будем это называть недостойно поведения, с которым мы не должны мириться. Это не значит, что мы конфликтуем, плачем, обижаемся, ругаемся. Мы просто внутри чётко понимаем, что это мы, этого поведения мы не допускаем. Надеваем, в конце концов, на себя короны, которые у каждой должна быть, у девочки, у каждой корона. Это не значит превосходство, это значит вот это вот уважение, самодостаточность. Да, девчонки, махните, махните мне, вот, молодцы, спасибо вам. Итак, давайте теперь будем рассуждать с вами. Это мой опыт, и все девять пунктов у меня были, кроме последнего, про который я вам сказала, я этого не допустила. Первый пункт, который… Это когда мужчина запрещает встречаться с подругами, со своим окружением, считает своей собственностью. Очень много у меня было друзей, очень много. И ребят там. И у нас были ребята, которые пожарники, учились пожарным училищей, и военном, и моряки. Мы дружили очень классно. Но когда я вышла замуж, все это вдруг куда-то делось, потому что, ну, мужу так не нравилось вот это все, что к нам перестали ходить. Все он своим поведением делал так, что вот некомфортно. И более того, у меня мальчик такой земляк, вот в пожарном училище он учился, и он говорил, Ира, что с тобой? Ты не такая, ты не такая, как была? Что с тобой? А мне было неловко всегда, вот когда к нам приходили, и мне было неловко вот за замужем, да, за его категоричность. Кто пил-пил, извините, мы поженились, он вообще бросил, вообще перестал. И любое там, какой-то немножко настоечки, немножко какой-то сухого, для него это было неприемлемо. То есть категоричность полная. То есть либо так, либо никак. И это тоже иногда способствует, когда человек сам и другим не дает, можно сказать. То есть вот первый пункт, если вы чувствуете, что вас так для интереса, плюсики поставьте, да. Мужчина запрещает встречаться со своим окружением. Давайте ставьте плюсики, открывайтесь, не стесняйтесь, мы все здесь подруги, да, по счастью и по несчастью в том числе. Кстати, как это можно понять? Мы можем даже этого не понять, но если мы слышим от мужа, от мужчины, что типа это дура, или все дуры, все твои подруги, то есть если мы слышим вот такой вот от мужчины, то в принципе он это имеет в виду, типа ты тоже дура, потому что твое окружение, да. И поскольку мы не хотим быть дурами, да, а мы все равно вот это вот как-то на себя принимаем, вот это окружение может постепенно исчезать. То есть на корню мы это пресекаем, да, девочки. Дальше. Есть ли оскорбление? То есть при этом оскорбление это может быть, знаете, как, ну тоже непроявленное, но он может вроде ласкательно как-то называть, но точно знает, что нам это не нравится. Вот не нравится, а называет. Это тоже оскорбление. Или он делает то, что нам не нравится. Ну вот унижает, чтобы управлять. Когда я приходила домой с хорошим настроением, мне муж всегда говорил, так, что-то у тебя настроение хорошее, надо его отрегулировать. Вижу, машете, да, в похожей ситуации. И когда мы это терпим, мы чаще всего придумываем, почему мы это терпим. Мы начинаем как-то оправдывать. И здесь вот начинается вот этот механизм, когда мы начинаем себя принижать, когда мы начинаем себя чувствовать какой-то не такой. Ну, наверное, я заслужила это. То есть мы принимаем это на свой счет. Третье. Если мужчина в своих неудачах винит женщину. Ну вот такого у меня не было, слава богу. Хотя, если покопаться, может быть, может быть. Были и такие моменты. Вот сейчас вылазит, да, у меня тоже диагностику свою я делаю. Если мужчина обвиняет женщину в своих неудачах, он шантажирует. Мы должны понимать, что мужчина и женщина – это… Ну, есть же такая женщина с Венерой, да, а мужчина с Марса. Не просто так. Мы разные. Почему так бывает еще? Немножко отвлекусь, но скажу такую вещь. Мы ждем от мужчины мужских качеств, и мы ждем от мужчины чувств. Мы ждем от него решения каких-то серьезных задач, вопросов, и мы ждем от него там любви, заботы. Одновременно мужчина это дать не может. Одновременно мужчина это дать не может. У него ум переключается или на одно, или на другое. Понимаете? Это мы можем и чувствовать, и думать одновременно. У нас и ум включен. У женщины включен и ум, и сердце. У мужчины, если включается сердце, ум отключается. Но мужчина с отключенным умом вряд ли нам… Ну, если у него всегда включено сердце, мы хотим все время от него каких-то эмоций, эмоций, у него ум не будет работать, он не будет достигатором, он не будет зарабатывать деньги. Но если мужчина будет все время только с включенным умом, но у него сердце, мы не поможем ему что-ли раскрыть сердце, то он будет достигатором, но он не будет нам давать этого тепла. Поэтому вот наша женская задача – понимать вот эти вещи. и понимать, когда у него включать ум, а когда у него включать эмоции. Мы можем помочь ему включать ум и включать эмоции. То есть, если мы его любим, если мы о нем сейчас заботимся и хотим обратки, в этот момент давайте не говорить про деньги или про что-то такое. Это то, чем я управляла, если честно. Тоже сейчас с вами вместе рассуждаю, потому что как происходило. Вот, например, я что-то решу, ну, вплоть до покупки или что-то такое вот, ну, решение я уже приняла и понимаю, что это важно для меня, для семьи. Любое решение, которое я озвучиваю, я сразу слышала «нет», всегда. И я не возражала. Вот тут же отходила назад, закрывала эту тему, и я возвращалась к этой теме только тогда, когда расположение духа хорошее. И это было, знаете как, просто капелька. Так, кап сегодня, кап завтра. И не прямо, я говорю, давай это сделаем. Нет, какие-то вот на эмоциях. Вот хорошо бы, ой, как хорошо бы, вот банька, да, была. Это я участок решила купить, участок, он категорически возражал. Ну, боже, как хорошо бы в воскресенье поехать к себе на кусочек земли. То есть вот какими-то такими эмоции давала, когда он может это услышать. И через некоторое время мой муж озвучил своё желание. Он озвучивал своё желание. Что происходит обычно с нами, если это происходит? Мы говорим, ага, я же тебе говорила, не надо так делать, девчонки. Наша задача, чтобы они сказали, да, я, слушай, я хочу вот это. Не важно, что ваша идея, не важно, что вы подвели к этому. И вот, кстати, мои родственники это замечали всегда и хихикали. Потому что приходим мы в гости к нашим там братьям, и вдруг, значит, Сергей озвучивает, что вот он это, это. А девочки, которые меня знают, которые наблюдали за этим процессом созревания, они хихикали всегда и мне подмигивали. Да, потому что я, ну, так здорово, а я ещё могу сказать, ой, слушай, какой молодец, при всех. То есть все это видели, все понимали, он не понимал этого. Понимаете, вот когда мы хотим, ну, так опять смотрите, почему мы говорим, да, ну я же тебе говорила сто раз, вот ты наконец-то понял. Мы же хоть, вот это, это вот как раз вот это состязание, соревновательность, да, я, я. Женщина, она, по идее, не должна вперёд выпячивать я-я. Она где-то там, вот рядышком, чуть-чуть позади, и она управляет ситуацией, управляет ситуацией, и можно сказать так, координирует, так, куда тебе идти туда-туда-туда, то есть вот если, потому что женщина – это энергия, энергия мужчины. И если мы выйдем в состояние, когда мы даём ему энергию, он не будет вести себя так, как вот мы сейчас подперечисляем эти пункты. Четвёртый пункт – это когда мужчина пьёт, ну, то есть любые зависимости, любые зависимости, алкоголь, игромания, наркомания, болезнь, да, мы понимаем, что это болезнь. Вы со мной согласны, что это болезнь? Если мы думаем, что мужчина, который пьёт, перестанет пить сам по себе, ну, если это уже, если уже это алкоголизм, то есть мы можем стать, мы можем потерять свою жизнь, потерять себя, и принести себя в жертву. Можем? Можем легко. Вот, например, пример такой. Внуки, дети, а дедушка там пьёт. Дедушка, дедушке хорошо. И начинают все с ним возиться, угождать, да, или читать морали, или тратить деньги, возможно, свои деньги на кодирование, на лечение. То есть все возятся с ним, как с малым ребёнком, а он, бросит он пить? А-а. А вот, а теперь представьте, вот этот дедушка, выходные, все к нему приехали на праздник. Он там напился, за столом сидит, морозит всякую, измите, хрень, всем плохо в итоге, праздник не удался, все разъехались, жуть. А теперь представьте, приехали в день рождения, ну, даже день рождения, или просто гости, приехали, смотрят, пьяны. Все завернулись и уехали на Панамо. Или сидят, пока все трезвые, нормально, вдруг видим, все, крышу сносят, пьяные. Все собрались и поехали домой. Человек вдруг один, и он вдруг понимает, когда он, но, но, здесь другой вопрос, когда он трезвый, вокруг весело и хорошо, и внуки бегают, дети довольны, что-то ему рассказывают, а когда он пьяный, никого нет, пусто. Мне кажется, это более действенный метод, чем лечить, чем тратить деньги, кормить вниманием и возиться с человеком, который отнимает у всех здоровье. У меня есть такой пример, когда там просто беда-беда, да, была, ну и что, все равно бедой закончилась. Не общаться. Если, так, знаете как, желать счастья на расстоянии, есть такое выражение. Счастье желать, да, люблю, люблю, но на расстоянии. Пятый. Мужчина запугивает женщину. То есть, задать, он может быть, даже не знает, что он запугивает. Кто-то боится, мне Маша говорила, я боюсь, когда папа брови домиком делает. Но у него такое выражение лица, а она ужасно боялась, когда он вот хмурится. То есть, мужчина, он, ну вот, особенно если большой, если сильный, большой, он даже может не понимать, что женщина его боится. Он может, ну, даже вообще не представлять, что что-то он такое страшное делает. Поэтому, если, а я, знаете, что боялась? Вот я очень боялась, я говорила, что он меня не трогал там пальцем, да, но я как боялась, когда приходила домой, мне хорошо, или с гостей, или откуда-то, я приходила домой и увидела недовольный взгляд такой. Более того, я работала в школе, в большой такой, а у нас большой коллектив, и у каждого, всегда, у кого-нибудь день рождения, была такая, традиция, бутылочку шампанского привезти, коробку конфет, и вот можно было там полфужера, полфужеру даже не хватало всем, полфужера шампанского, там, угощения, я приходила домой. У меня муж еще обнюхивал меня. У него настолько вот эта чувствительность к запахам, к алкоголю, что он еще умудрялся меня обнюхать. Боже мой, я как боялась вот этого прихода домой. то есть иногда вот это моральное давление, оно хуже физического. И вот мы просто обязаны сказать мужчине, что я боюсь, когда ты такой. Озвучивать. Потому что мы там внутри что-то переживаем, но мужчина может просто не понимать, что это вот такой страх вызывает. Мужчина в обществе должен быть львом, в обществе львом, а дома ягненка. Идеальная картинка, когда мужчина приходит домой и он дома вот эту вот социальную маску снимает. Ну, это наша с вами задача. Мужчина не чувствует свои габариты иногда, да, он может там совершенно неловко, нечаянно, то есть ну, мы должны говорить, то есть смыслом сказать, я боюсь, озвучить. Шестое. Мужчина наказывает женщину за то время, которое она проводит без него. Ихидство, обида, чувство дискомфорта. Мы должны жить своей жизнью и не позволяет, чтобы, если мы живем своей жизнью, чтобы нас за это наказывали. Вот этими хитствами, обидами мы имеем право на свою жизнь, потому что, если мы не привыкнем вот это, уделяя себе время, сходить в баньку, пообщаться, там, или еще что-то, останемся дома, мы все равно будем влазить тогда в другие жизни, понимаете, да? То есть, эмоционально наказывает, это понятно, да? То есть, какими-то, что ему плохо, обижается, давит морально. То есть, вот мы куда-то пошли, провели хорошо время, пришли, нам плохо. Ну, вот так, наверное, самое простое. Седьмое. Мужчина ждет покорности. Вообще, чем меньше добился мужчина в жизни, тем больше покорности он будет требовать от женщины. Ты моя. Все. Этим все сказано. Почему этому надо было радоваться, я не понимаю. Почему надо было на это молиться, я не понимаю, что ты моя, но у него это прямо было какой-то почет и уважение должна была испытывать, когда он это произносил. Хочешь, она была рабыней, будь моей рабыней добровольно. Если мы это сделаем, то мужчина начнет деградировать, он не будет стремиться себя проявлять. Если покориться, мужчина начнет деградировать. Вот это лежание на диване, посиди со мной. Вот в это время пусть посуда там будет не мыто, не убрано. В другой момент почему все не сделано. То есть постоянно какие-то пункты перемешиваются. То так, там деспот, что такое, я пришел с работы, ничего нет. То можешь ничего не делать, но посиди со мной. Девочки, пожалуйста, наблюдайте за этими всеми вещами, и пусть это триггерит вас. Поставьте плюсы, у кого ревневые мужья. ревность это нечто, но это страх, вообще это страх у мужчины, что кто-то отнимет. Но это же опять пониженная самооценка, недостойное поведение, то есть ревность это недостойное поведение. Не смей одевать на даче этот купальник. Я вижу, как на себя смотрят мужики. Ревность была жуткая. Куда ты, зачем ты задержалась? Ну вот замечайте. Девятое. Мужчина старается контролировать женщину собственными эмоциями. Психические такие насильники. Повышенная тона, обиды, угрожает, что с тобой что-то сделает. Если человек угрожает, он никогда этого не сделает. Человек, который что-то сделает, он вообще никогда не угрожает. Он просто это сделает, и всё. И вы даже не будете про это ждать понимать. Если это постоянные угрозы, то это человек вызывает чувство вины у тебя. А если у тебя ты чувствуешь эту вину, то ты конечно на это ведёшься. Десятый пункт это когда мужчина поднял руку на женщину. Если он сделал это один раз, он будет сделать это ещё много-много раз, как бы вы не ждали, что этого больше не случится. Но невозможно. Знаю, по окружению это заканчивается только разводом, больше ничем. Но либо такой сильной трансформации женщины, именно женщины трансформации, что мужчина просто королевой стать. Королеву никто не обидит. Афродиту никто не обидит. Это вообще никак, нереально, невозможно. Поэтому сильная трансформация наша с вами может это убрать. Но если вы не будете сильно трансформировать, я не про вас вообще, то это нельзя избежать. У меня была подружка, красивая девочка, женщина, очень, ну, прям красотка. Хозяйка невероятная, умница, красавица, аккуратная. Она была трижды замужем, и все три мужчины ее били. И потом, когда мы с ней встретились уже через много лет, или через 15 встретились, случайно совершенно, я говорю, как твои дела? Она говорит, я живу одна, счастливая, все хорошо. Я трижды, я три раза была замужем, все три мужа меня били, я решила, что это не моя история. Почему? не всем нравится теория, идея, что мы сами привлекаем свою жизнь, в том числе насилие, но я хочу сказать, что что-то в этом есть. Не буду говорить, что это на 100%, но что-то в этом есть. Я просто, чтобы не вызывать гнев в свой адрес, так считаю, что это так. Итак, что же с этим делать? Что же с этим делать мы будем, дорогие мои красавицы? Кому какие мысли есть? Не значит, что сейчас найдя у себя какой-то один, два или девять пунктов, мы тут же напишем заявление о разводе и станем все счастливы и свободны. Не об этом же, да? Счастье все-таки это пара, счастье это вторая, нет, не половина, конечно, два должны быть самодостаточных человека дома, не половинки, только в этом счастье будет, когда мы цельные. Сейчас очень время хорошее, благодатное для того, для трансформации. И первое, что мы должны решить, принять решение, смотрите, я сейчас не о том, что мы должны доказывать и бороться, бороться против вот этого насилия. На самом деле, все, все десять пунктов это насилие, правда ведь? Над личностью это же и есть самое такое большое насилие. Это не значит, что мы сейчас должны бороться, встать в позу, доказывать. Нет. Вы должны принять решение, что это недостойное поведение, недостойное мне поведение. и вот с этим внутренним убеждением продолжаем жить и понимаем, что на изменение другого человека нужно время, что если мы приняли решение и даже вдруг смогли быстро трансформироваться, это не значит, что второй человек сможет сделать то же самое так же быстро. Нужно время обязательно, нужно внимание, нужно терпимость и нужно следовать каждый день вот этому решению последовательно, своим поведением, своим отношениям. И когда мужчина будет видеть, что вы это решили и вы это делаете, и вы не обижаетесь, вы не спорите, вы не доказываете, а вы просто делаете те вещи, которые вам важны и спокойно принимаете, при этом вы можете даже соглашаться, да, да, я такая, да, я эгоистка, я эгоистка, да, ну что будем делать с этим, ну потерпи немножко, да, то есть вы у Литвака очень классная штука, вот я рекомендую вам даже почитать Литвака, он очень хорошо с агрессией учит справляться, то есть соглашаться, превращаться вату пусть и проваливаются, как тоже Леша мне нравится, говорил, не бороться и не доказывать, а да, может быть даже еще усугублять, да, я еще и такая, и такая, слушай, ты еще вообще много про меня не знаешь, то есть еще больше на себя наговорить, но при этом иметь внутренний стержень, вот внутреннее достоинство, я призываю вас королеве еще раз, у меня папа думал, что это тоже манипулятор, еще тоже, я уеду на дальше, я уеду на дальше, хорошо, вопрос, вопрос, я ему говорю, ты хочешь вызвать у меня чувство вины, нет, я просто информирую, человек говорит, я сейчас уеду ночью, ой, как хорошо, хорошо отдохнуть тебе, спасибо, и я тут отдохну тоже, здорово, то есть, но вы поймите, что по-другому мы не сможем с этим справиться, что война это два человека, война это всегда двухсторонняя позиция, нет войны, где нет столкновения, не бывает войны, если нет второй стороны, то есть, ну что, ну воюешь ты, ну господи, ну воюй ты сам с собой, что ты будешь делать, если нет второй стороны, что он будет делать, ну пусть побегают вокруг дома, выпустят пар, если ты не реагируешь, если ты не даешь ему энергию, ну ему придется идти в спортзал, или придется там открыть фирму, руководить сотрудниками, там выпускать пар, пусть там будет львом, понимаете, в чем дело, то есть, никак, то от нашего состояния, от нашего поведения зависит, что будет происходить с этим человеком, который в принципе хороший и нормальный, потому что все люди в основе своей хорошие и нормальные, и каждый хочет быть хорошим, и чаще всего вот эта роль деспота домашнего мужчине не нравится, не нравится ему эта роль, он не хочет быть в этой роли, он хочет быть этим ягненком, позвольте вы ему быть ягненком, вы знаете, вот я проводила не в этот четверг, а прошлой встречу с психологом, кто видел в телеграм-канале у меня, она работает с мужчинами, вы знаете, что мужчины говорят, я хочу женщину, я хочу найти женщину, все ищут, вернее, все ищут, мужчина хочет найти женщину, что такое женщина, давайте, это королева, которая ценит себя, которая любит себя, это не у плиты, которая стоит и с тряпкой ходит, и которая еще будет ругать, что ты куда-то там зашел, не туда, не эту, иначе бы мужчина сказал, я ищу домработницу, говорит, я ищу женщину, а значит, теплая, уютная, самодостаточная, сильная, знающаяся цену, красивая, ухоженная, да, но это же подразумевает, наверное, мужчина, когда говорит, я ищу женщину, давайте будем такими, и тогда все разрешится само собой, не наш человек, а бывает и такое, уйдет из нашей жизни, появится тот, который сделает нас счастливой, потому что тут понятно, что невозможно всех изменить, ну и не надо, кто-то возможно посылается нам временно для того, чтобы нас вытолкнуть на жизнь к себе, трижды я должна была развести со своим мужем, но никак, понимаете, а потом смотришь, сейчас меня устраивает, какой-то этап, бамс, а сейчас меня устраивает, что разводиться, да, сейчас устраивает, да, он подтягивается, подтягивается, подтягивает, и я хочу сказать, ему от этого неплохо, вот еще, да, то есть если человек приспосабливается, и ты видишь, что он тебе угождает, но его плохо, тоже не та история, наверное, не об этом, но когда человек начинает расти, ему же хорошо от этого, от своего роста, ты просто являешься вот этим стимулом для того, чтобы он рос, а любой человек хочет расти, понимаете, как мы вот это все друг для друга делаем, не хочет человек деградировать, ему от этого плохо, и когда он лежит на диване и слышит постоянно занудство, ему что от этого хорошо? А если он нашел стимул и побежал что-то делать, а потом с собой горд, ему же от этого хорошо, правда ведь? Я про патологическую жадность, почему часто такие встречаются, при том, что и энергию даешь, и заботу, и внимания, и о себе заботишься, ну, и красиво выглядишь и так далее. Если история повторяется, да, если там не случайно что-то, а если это повторяется, это в любом случае зеркало наше, ну, в любом случае зеркало, но не бывает по-другому, ты сказала, которая и отдает, и все, возможно, отдает больше, принимает, то есть, мы озвучивать свои желания должны, иногда мы не говорим, чем мы хотим, и хотим, чтобы человек догадался, тоже, да, чего бы Родион должен догадаться, у всех семьи разные, да, человек вырос в жадности, но вот здесь другой вопрос, вопрос к себе, потому что если это единичный случай, ну, там, да, ты через свое отношение к себе можешь изменить другого человека, то есть, вернее, он будет меняться, когда поймет, что ты для него дорогая, что такое дорогая женщина, вчера мне эта мысль пришла, смотрите, мы живем с позиции, ну, нищеты, вот по-другому не скажу, то есть, смотрите, мы живем что-то, за что-то, мы платим за что-то всегда, вот заболели, заплатили, да, ну, что-то у нас там прохудилось, купили, мы, мы вот за что-то платим, а мы можем жить из состояния изобилия, то есть, инвестировать, чтобы лучше было, не справляться, что плохо, а думать, чтобы было лучше, и вот, когда мы живем из такого расчета, тогда мы улучшаем, 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 то есть, мы хотим лучшей одежды, мы хотим лучшего питания, мы хотим там бады для, не того, чтобы вылечить там что-то, а для того, чтобы было вкусно, коктейли, соки, то есть, все подовольствие, мы живем, чтобы мы вкладываем себя и становимся дороже, мы в себя вкладываем мысль, сейчас услышите, пожалуйста, очень важную мысль, мы вкладываем в себя и становимся дороже, как сделать актив дороже? тюнинг нужно сделать, девчонки, если мы становимся дорогими, то уже не будут экономить на нас, но более того, мужчина будет зарабатывать деньги в этом случае, для кого-то может быть и так, мы не можем сейчас за всех решать, кому-то это дает возможность быть богатой и любимой, потому что есть мужчины, которым это нравится, вот и все, потому что для них женщина, это их визитная карточка, они хотят привести к себе в такую же тусовку и похвастаться, это зависит уже от ценностей твоих лично, не от чьих-то, тут нельзя говорить, это плохо, это хорошо, самое главное, чтобы женщина чувствовала себя дорогой и с каждым днем и годом дороже, а не дешевле, если у вас уходит энергия, уходит здоровье и вам нечего носить и нет денег на БАДы и вообще все это идет на спад, и отношения тоже, скорее всего вы живете в этом состоянии, ну удешевляете, то есть вы становитесь дешевле, ну вот это же картинка понятная, да, по-моему проще некуда, вы понимаете, вы дороже становитесь с каждым годом или дешевле, но становитесь дороже, продукты эконом-классы, все по 38 рублей, да, вот, либо треки, вот, да, да, все, вот, понимаете, все в наших головах сначала, а потом, что мы для этого делаем, вот мы сначала это решаем для себя, согласились, а потом уже понимаем, а что нам с этим делать, что теперь делать, вы будете с этой информацией, которую сегодня получили, вот вопрос, вы будете продолжать лечиться, или там, терпеть, или еще что-то, либо вы решение принимаете, прямо сейчас, и говорите, все, я с сегодняшнего, вот с этого часа начинаю себя улучшать, и буду становиться дороже, 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 все, себя начинаете, насколько я себя люблю, забочусь о себе, знаю себя, чего я хочу в том числе, да, уважаю себя, насколько это со мной происходит, ошибочное мнение, что на это надо деньги, деньги придут, когда вы начнете действовать, начинаете действовать, приходят деньги, не начинаете действовать, ждете, когда деньги появятся, но тогда оно так и получается, формула любви простая, уважение, забота, знание, ответственность, ты ответственность принимаешь за то, как за все, что происходит в твоей жизни, ты себя уважаешь, и заботишься, и забота, заботимся мы о себе, не только о физическом теле, но и душа личной, да, то есть мы же со всех сторон себя рассматриваем в заключении. Ну, девочки, элементарная вещь, но начните себя получать удовольствие от всего, что вы делаете, от еды, от движения, от каких-то телесных поглаживаний щёточкой, как вот я говорю, но начните с утра просто щёткой себя гладить, но от каких-то приятных моментов постепенно это всё будет расходиться. Ну, нужно что-то сделать, с утренних страниц я себя люблю, то, что вам просто нравится, нравится. Мы живём головой, это я не могу позволить, это сложно, это страшно, это ещё, мы головой живём, а сердце-то где наше? И если мы сердцем будем жить, мы поймём, что мы хотим. Задавайте себе вопросы, а что я сейчас хочу? Что бы я сейчас хотела сделать? С кем хотела встретиться? Просто задайте себе, задавайте себе вопросы, что я хочу? Ловите себя моменты в течение дня, останавливайтесь, говорите стоп, и задавайте себе вопрос, а что я хочу сейчас? Может быть, выпить кофе, может быть, солстика, может быть, съесть, в конце концов, конфетку даже вкусную. А мы надо, надо, правильно, неправильно, плохо, хорошо. Мы живём-то вот такими мерками, и теряемся, и не знаем, где я. Потому что если мы с другой стороны, вы же понимаете, да, то есть если человек себя любит, он, да, он может съесть конфетку, если для него это, ну вот, эмоциональная сейчас такая штучка будет, но, зная себя, зная свою физиологию, он тоже будет понимать, что эту конфетку лучше там себе побаловать после еды, где пол тарелки овощей сырых, белок, углеводы долгие, да, потому что это забота. То есть постепенно мы начнём понимать, что не надо себя заставлять есть там правильную еду, неправильную, а ты понимаешь, зачем тебе это надо, то я хочу и через 10 лет выглядеть хорошо и чувствовать себя хорошо. Энергии я хочу, чтобы мне было. Не только вот сегодня думать, как я, что, как мне прожить сегодня день, а вы будете думать, а как прожить эту жизнь? Что будет со мной через 10 лет? Как будут дети мои ко мне относиться? Будут хотеть, чтобы я быстрее умерла? Извините, да. Либо будут радоваться, что я живу, потому что я их заряжаю на какие-то там дела. Задавайте себе такие вопросы, тогда всё будет понятно, и стимул тогда найдётся. Если какие-то мысли у вас будут в догонку, можете писать, можно себе в личку писать. Вопросы, мысли, хорошо?